всем привет серферы бездельники мои любимые девианты и сразу перейду к делу к переговорам зеленского эрдогана потому что вчера было очень много инсинуации на этот счет что чуть ли не зарада будет там и так далее что-то страстное случится ну я ничего не писал и но не было времени и желания потому что потому что такие вещи они всегда находятся под влиянием инерции больших процессов то есть мало желаний путин это мало желание зеленского эрдогана но всегда важно учитывать контекст в котором все происходит и консервативность восприятие действительности со стороны социумов потому что человек когда он принимает решение то он может это сделать быстро и ему не нужно преодолевать трение в виде мнения других людей я говорю простых каких-то решениях там пойти в больницу купить сумку там да вот вот что то вот такое а когда речь идет о таких больших сложных процессах как война как отношение к этой войне там до отношения к этой войне не только со стороны участников но и со стороны тех кто играет на разных полях за разные команды там да то это все требует учитывания вот всей совокупности тех факторов и как следствие не позволяет тебе одномоментно решить ту задачу которую ты хочешь решить именно поэтому я изначально был ну и продолжаюсь оставаться в уверенности что эрдоган прижал просто для того чтобы передать месседж от путина передать месседж напрямую как он собственно говоря что он хочет да на что он готов пойти и когда зеленский заявил о том что украина там не не пойдет ни на какие уступки пока российские войска не идут с ее территории ну как минимум я так понял до 24 февраля то опять таки это тоже хорошо вписывается в ту логику в которую о которой я говорил потому что зеленский по-другому не может не поступить и ночные удары по крыму там по керчи по бельбеку новые удары вот которые были это как раз из этой серии украинское общество хочет реванша она хочет возмездие она хочет вернуть территории это естественно справедливо это желание естественно справедливо и она влияет на зеленского тогда вот поэтому для большинства людей не очевидно еще та сложная ситуация в которой находится украина потому что большинство людей не имеет совокупности информации которая бы позволила оценить все эти риски и и все тяжелейшие последствия военных ударов со стороны россии относительно украины соответственно зеленский сможет обосновать какие-либо необходимость каких-либо переговоров когда это будет очевидно то есть когда будет очевидно что мы уперлись потолок наших мобилизационных возможностей когда там тяжелая ситуация в экономике начнет перевешивать вот эти реваншистские настроения когда в городах не будет тепла света там да из-за того что русские будут носить удары по инфраструктуре когда помощь от западных союзников начнет ставится в прямую зависимость от реализации воли западных союзников которые тоже находятся под мощнейшим влиянием войны и несут издержки прежде всего европа и они эти издержки все время хотят уменьшить исследовать она не будут выдвигать требования к украине связанные с тем что она или ускоряется или ускоряется тем что более эффективно ведет эту войну и более эффективно используют те ресурсы которые получают не только военные но и финансовые и тут возникает вопрос по поводу коррупции всего тут пиздинга который у нас процветает советую посмотреть последний пост ведь витя куртева где он показывает как через энергоатом просто бездонная бездонное количество денег уходит на запорожскую аэс которая находится под контролем русских и ну то есть бабки просто вымываются но это простой пример того насколько наше государство продолжает оставаться в руках охеревших тварей которые ничего не хотят менять и не просто не хотят менять они находятся под прямым управлением русских и их агентов влияния вот и соответственно американцы же не дураки и европейцы не дураки они это все видят понимают и они задают вопросы если мы вам даем помощь что то вы нам вы нам показываете какую-то эффективность и нам не нужно вешать сказки как бы там относительно того какие у вас перемоги там когда я читаю верещук там с ее требованиям камеры к западным донорам что вы должны там то 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 увеличить количество денег меньше тратит на конференции больше на конкретную помощь украинским беженцам я задаю вопрос а чего ты взяла что они тебе что-то должны ну чего ты взяла это что их проблема до в какой-то степени но гораздо меньше чем чем проблема украины и причем требовать от американских европейских доноров там что-то нужно сначала разобраться как тот бюджет который есть в украинском государстве как он как он используется и и на что это потому что когда мы видим что как юля глушко вывешивала вывесила буквально вот вчера информацию в несколько по тендеру в несколько десятков миллионов гривен на исследование влияние ковида там на что-то ну социология там какая-то вот что-то так что-то такая хренатень и там 60 60 миллионов то есть 80 миллионов я уже не помню но речь о том что просто сливаются десятки миллионов гривен на чепуху а в масштабах страны это десятки миллиардов сотни миллиардов гривен сливаются на чепуху поэтому вот это вот вся совокупность вот этого вот она не позволяет говорить о том что зеленский даже если бы он хотел даже если бы он хотел он бы принял решение по поводу прямых переговоров там с путиным там вот прямо здесь и сейчас для этого необходимо время потому что украинцы должны убедиться в том что и кстати какие русские что насколько украинская армия способна нанести контрудар и насколько далеко может продвинуться это первый фактор второй фактор насколько российская армия способна нанести отразить этот контрудар если он будет и нанести встречный контрудар а украинская армия его потом купировать то есть понимаете это то что вот как происходило в рамках корейского сценария которыми уже говорил 250 раз то есть сначала одна сторона двигается потом другая сторона двигается навстречу фиксируется потом некая равновесие сил потом еще какое-то время идет на то чтобы понять что вот дальше вот этих линий мы продвинуться не можем и фиксируется как бы ситуация пути ну конечно же хотелось бы сейчас зафиксировать ситуацию момент когда он продвинулся там на юге там да что-то они немного отвоевали значит захватили на востоке вот и и соответственно дальше использовать это для перегруппировки время вот и по возможности снять как можно больше санкций говорить о том что войны нет вот вот эта задача простая понятная задача путина украина задача принципиально другая у нее задача вернуть по максимуму территорий потом заключив перемирия добиваться того чтобы россия ни в коем случае не слетела санкций и чтобы санкции продолжали дальше и души для того чтобы принудить ее к тому чтобы она вернула оставшиеся территории либо же использовать это время для того чтобы перегруппироваться и имея поддержку западных союзников и перестроив промышленности реорганизовал государства дальше нанести новый удар для того чтобы вернуть те территории которые не были освобождены вот логика украины поэтому все похоже на то что ну начался обмен мнениями этом да на предмет того ну что стороны хотели бы но прежде всего путин прислал вот этот массаж через эрдогана вот и дальше уйдет несколько месяцев на то чтобы сформировать решение ну или то что будет выглядеть как решением и на саммите там же 20 когда он там будет в индонезии в ноябре по моему вот как раз можно будет переходить к ну к разговору относительно формата формата мирного соглашения поэтому вот так вот не будет мир здесь и сейчас и более твой он может не быть еще ближайшие там месяцы годы там и так далее